Запись пошла. Еще раз всем здравствуйте. У нас сегодня тема очень актуальная, очень интересная. Будем с вами обсуждать секреты богатых людей. И, конечно, поговорим об Арифлейм и о деньгах. Сколько здесь зарабатывать можно с самого нуля, сразу же практически после регистрации в первые дни. И мы поговорим о том, почему некоторые моменты мышления бедных людей не мешают росту в бизнесе. Не только в Арифлейме, вообще они могут мешать зарабатывать хорошие деньги. Этому нигде не учат. Есть, конечно, тренинги платные по мышлению богатых людей, как обращаться с деньгами и так дальше. Но их единицы, собственно, проходят. Основная масса людей, ну, как живут, как все, да, обращаются с деньгами, как все, думают, как все. И, соответственно, живут бедненько, как все, как большинство, да, людей. Вот, поэтому сегодня я хочу... Добрый день еще раз всем, кто присоединился в эфир и на вебинар. Я хочу сегодня озвучить несколько критериев, таких самых главных, основных, которые мешают вам, ну, вам, да, людям зарабатывать хорошие деньги. То есть они как блоки, да, идут. И хочу показать с другой стороны заработок новичка. Лидеры, понятно, вы все видели вебинары. Кто не видел, можете посмотреть скрины доходов, там, да, сколько получают директора зарабатывать, сколько топовые лидеры зарабатывают. Здесь понятно, там много денег, все хорошо. Вопрос именно, хочу вот поговорить о тех людях, которые еще не дошли до директорского уровня. Это новички, менеджеры, да, где доходы поменьше. И, то есть, хочу немножечко с другой стороны подойти к этому моменту. То есть вы будете по-другому смотреть на деньги вообще и на вообще на некоторые вещи. Потому что, ну, потому что, вот, сами убедитесь, в общем, давайте начнем уже, да, что вступление, предисловие. Итак, значит, основная. Я сегодня хочу озвучить четыре, да, основные разницы в мышлении бедных и богатых. То, что мешает быть успешными, быть богатыми, счастливыми. Вот, и, ну, вот, отлично, новички есть у нас. А кто новичок еще, напишите в чате, пожалуйста. Кто еще новичок, кто недавно к нам присоединился. Вот эта тема будет для вас вообще очень полезная и интересная. Вот. Здорово, Елена. Еще Елена. Семен новичок. Так, ну, смотрите, ребят, какие будут вопросы, походу, вы пишите. В конце я в любом случае отвечу на все вопросы, если там в чате что-то, ну, могу пропустить. Чуть больше года в Арифлейм. Но это уже не новичок, конечно. Вот, ну, менеджер 9%. Отлично. Так, теперь хочу вам задать вопрос. Самое, давайте порассуждаем. Основная разница в мышлении бедных и богатых людей. Богатые, причем, смотрите, мне очень нравится эта картинка, да, вы пишите свои, свои три месяца, ага, спасибо. Вы пишите свои, ну, комментарии, да, как вы считаете, в чем разница. И будем это обсуждать. Причем, мне чем нравится эта картинка, смотрите, один сгибается под тяжестью кирпича, да, другой сгибается под тяжестью денег. Что хочу сказать, почему именно эта картинка, потому что богатство, зарабатывание больших денег, это тоже труд. Просто люди мыслят по-другому и работают по-другому, да, поэтому одни на себе деньги, да, таскают просто мешками, да, а другие кирпичи на стройке таскают и зарабатывают копейки. Но трудиться нужно и там, и там одинаково. Нужно трудиться, не покладая рук, попотеть, там, и так дальше. То есть, ну, главное в чем, да, какой будет труд и каким образом вы будете развиваться, да. Так вот, основная, самая, и причем самая главная, я считаю, разница в мышлении богатых и бедных. Как вы думаете, что это за, что это? Самое-самое главное, прям вот поголовно у всех, и я такой же тоже была, и вот поголовно у всех вот это вот есть, как сказать, штука в мышлении, из-за которой бедные бедны, богатые богатые. Мышление, так, а что именно в мышлении? Там много разных нюансов, что именно? Самое-самое основное. Установка, какая? Установки, ну, установки, да, есть, только какие? Деньги, зло. О, пошли в комментарии. У нас на вебинаре более активные, чем в эфире. Участники. Бедные работают на зарплату, богатые на свою цель. Цель. Деньги это зло, и поэтому мы не будем богатыми. Да, есть такое. Прошлое с детства. Так, чем больше работаешь, тем больше заработаешь. Хотя, наоборот, должно быть, сначала много работаешь, а потом меньше, 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 зарабатываешь все больше, больше и больше. Деньги не зло, деньги счастья. Вот, уже многие с хорошими установками, правильными. Без денег никуда, согласна. Да, государству нужны рабы. Ну, молодцы. Может быть, я как-то не совсем, может, правильно вопрос озвучила, но давайте теперь вот я, что я, да, подготовила. Значит, самая основная, это самая главная причина, почему люди не растут, почему люди мало зарабатывают, почему люди не растут в бизнесе. Это то, что отличает мышление бедняка и неудачника от богатого и успешного человека. Бедняки и неудачники не ценят маленькие деньги, они не ценят копейки, они могут швыряться, а, потерял, то фиг с ними. Они говорят новичку, ой, ты 100 рублей заработал, фу, что это за деньги, фу, фу, фу. Ты вот мне миллионы, когда заработаешь, вот тогда расскажи, как у тебя там сетевом классно. Вот это мышление бедняка и неудачника. Скажите, скажи, скажет любой новичок, скажет любой новичок, там, богатому человеку, у которого свои бизнесы, о том, что он заработал там 100 рублей, да, в своем бизнесе, в сетевом бизнесе, развивая свой бизнес, не на работе по нам, а развивая свой бизнес, да, и вот он уже первый успех и заработал 100 рублей. Любой богатый бизнесмен пожмет ему руку и скажет, ты молодец, давай, ты сможешь. А бедный неудачник, он скажет, фу, это не деньги. И вот такие люди, которые фукают на маленькие деньги, они никогда не станут богатыми, они не станут много зарабатывать, то есть будет определенный потолок в любом случае, потому что деньги это энергия, и деньги не любят людей, которые их не ценят. И более того, я хочу сказать, что копейка, она намного сильнее, чем 100 рублей, 100 рублевая купюра или еще какая-то крупная купюра. И вот это вот швыряние, кто, ну, не то, что швыряние, да, но пренебрежение. То есть дали в магазине сдачу мелочь, да, допустим, мелочь в карман положили, ну, даже если выпадет не страшно, да. А дадут там крупную купюру на сдачу, так эту крупную купюру там под 10 замков в кошелек, в сумку, там, чтобы же случайно, чтобы она ни в коем случае ее не потерять. Вот это вот отношение к деньгам, вы должны поменять это отношение. И у нас еще вот в среду, 12-го числа будет тема про любовь к деньгам и про любовь к себе. Это тоже секреты богатых людей. И если, ну, это важные вещи, если вы действительно хотите изменить свою жизнь и стать богатыми. Богатство от слова бог, бедность от слова беда. Что вы хотите, жить бедно, да, подбираться там от зарплаты до зарплаты или вы хотите что-то себе больше позволить, да. Поэтому кому эта тема важна, да, не то, что интересна, она важна, то приходите тоже в среду на это же время. Расскажу вот тоже, вот как раз-таки там будут установки общества, да, вы узнаете себя, узнаете свои фразы. То есть это будет такой практический, так сказать, вебинар, где мы разберем это все дело. Вот. Богатый бедному никогда не поможет. Не правда, Семен, поможет. Просто бедные, они слишком много хотят. Они не понимают, они не знают цену деньгам, они не знают цену копейки. Поверьте, богатые помогают. Причем помогают так, что бедным и не снилось. Просто нужно уметь помогать. И вот эта вот фраза, что, ну как, ну не фраза, да, вот бытует вот среди народа такое, что вот, да я последнюю рубашку с тебя сниму, ну помогу там другу, да. Ну блин, ну и снимай с себя рубашку и живи в бедности, помоги другу. Ты рубашку можешь снять с себя и дать другу тогда, когда у тебя еще 10 рубашек таких же есть. Тогда это будет правильно, тогда это будет правильное взаимоотношение с деньгами, и тогда у вас деньги будут водиться всегда. А когда бедные отдают последние копейки, они этим самым показывают вселенной, что, ну мне не нужны эти деньги, я их отдам, он ему нужнее. И все, и от него будут убегать деньги. Будут убегать, причем, ну вот в прямом смысле слова, только получил все, растратил зарплату. Кому знакомо, когда зарплата уходит в первый же день, вы хотите так всю жизнь жить? Вот если хотите нормально жить, нужно тогда менять свое отношение к богатым, это раз, и перестать на них, ну, перестать поливать их грязью богатых, перестать поливать грязью банки и перестать, и начать ценить каждую копеечку. Потому что копейка самая, ну, самая сильная, как это, самая сильная денежная единица. Потому что миллион без копейки, это уже не миллион, понимаете? Копейка рубль бережет, рубль без копейки, это уже не рубль, это уже 99 копеек. Копейка не только рубль бережет, она и миллион бережет. И вот те люди, которые относятся, ой, фу, к новичкам, да, типа, та, что-то там, 2000 рублей заработал, ерунда какая-то, я тут буду, я у себя тут на работе по найму зарабатываю, там, не знаю, там, сколько там, там, 50 тысяч рублей, что ты мне тут рассказываешь за 2000, это все ерунда, понимаете, то есть это человек, это мышление бедного, бизнес не подразумевает потолок, а работа по найму подразумевает потолок, то есть если это 50 тысяч, все, вы будете на эти 50 тысяч работать всю жизнь, а в бизнесе, если вы будете работать, то вы выйдете и на 500 тысяч, и на 5 миллионов, и на сколько хотите, на сколько хватит вашего терпения, желания, упорства и труда, то есть здесь нет потолка, и люди, и вот это вот основная ошибка, теперь хочу показать, сколько на самом деле зарабатывает новичок у нас в команде, нашей команде экспресс карьера за час работы, и сейчас у вас просто откроется реально ясновидение, потому что с этой стороны я еще нигде не видела, чтобы кто-то освещал эту тему, я ее освещала год назад где-то, но не сохранилась запись, вот, поэтому я решила повторить это, реально это очень важно, так вот, новичок за час работы может заработать, Украина 940 гривен, Россия 4,5 тысячи рублей, Беларусь 111 белорусских рублей, но другие страны уже, извините, я не считала по всем странам, да, ну, то есть вы сможете тоже перевести, спокойно посчитать по примеру вот этих трех стран, значит, смотрите, у нас действует, у нас, с чего может начать работу новичок, у нас действуют группы по красоте, группы и в соцсетях, и в различных мессенджерах, где мы организовываем совместные покупки через интернет, значит, по определенной системе работы, которую вам уже расскажут спонсоры, то есть это отдельная вообще тема планерки, да, то есть занимает примерно, ну, у новичка, да, то есть это уже налаженная работа, то есть новичка занимает примерно там 30 минут, ну, час пускай, то есть проделать определенные действия, пригласить людей и показать им текущий каталог и собрать совместную покупку, вот, и, значит, собрать на 300 баллов заказ, это более чем реально и это, ну, то есть если новичок действительно будет делать то, что ему говорят, да, то он без проблем соберет эту совместную покупку на 300 баллов, люди заплатят деньги, соответственно, новичок получает разницу 20%, да, это 720 гривен, плюс он получает начисление от компании объемную скидку 70 гривен, потому что он, у него уже процентный уровень по маркетинг плану, плюс дополнительные выплаты, там могут быть плюс там 50% там скидки на любой продукт и так дальше, то есть практически 1000 гривен за час работы, это реальность, значит, у нас в Украине вот столько же примерно получают маму в декрет, они ждут этого пособия в месяц, здесь вы можете заработать, это за час, маршрутки едете с работы на работу, все, вы уже заработали эту 1000 гривен, понимаете, но это нужно действовать, естественно, если новичок пришел, если новичок пришел и такой сидит, да, и просто сидит, соответственно, ну, откуда деньги, дальше, Россия, вот те же самые расчеты, да, то есть только в рублях уже, заказ на 300 баллов, это примерно 16 тысяч рублей по каталогу, скидка 20, разница 20%, 3200 рублей, объемная скидка от компании 300 рублей, плюс дополнительные выплаты там идут за большие заказы, то есть итогового 4,5 тысячи рублей буквально за час работы, что нужно будет делать, это нужно будет добавить, пригласить людей в чат, да, в эту группу по красоте и участвовать в обсуждениях, задавать вопросы, оставлять отзывы, то есть там идет такая вот работа, то есть вот просто буквально на смартфоне, да, то есть вам дается вот буквально пошаговое, да, что кому написать, а как позвать, как сделать так, чтобы люди сами к вам захотели прийти, все, ну, это, ну, как бы, и как правильно, как, ну, то есть новички, как правило, не знают продукцию, да, они, ну, я помню тоже, я вообще не знала, то есть, ну, картинки, картинки, крем, помада, там, витамины какие-то, ну, мало ли там что, то есть, понятно, с опытом знаешь, то есть, ну, в помощи вот этому незнанию продукции действуют наши общеструктурные чаты, да, по продукции, где вы сможете брать информацию, брать отзывы, да, и брать рекомендации, то есть, да, можно спросить, потому что бывают люди спрашивают, да, как там тот или иной крем там будет работать или еще что-то, то есть всегда есть у кого спросить, у тех, кто разбирается в продукции. Кроме того, мы сотрудничаем, да, с косметологами, с диетологом, нутрициологом и визажистом. Есть у нас, да, и тренинги, онлайн-тренинги, которые ведут эти люди, основанные на базе продукции нашей компании Арифлейм, вот, и вы сможете, можете принять в них участие тоже, вот, ну, и тоже, как бы, и разбираться в продукции, вот, но в первые дни, да, когда новичок пришел, понятно, он продукцию, ну, большинство людей не знают вообще, то есть, в помощь нашей чаты, ваша задача сделать А, Б, В, то есть, вам говорится, что делать, полчаса выделили времени, все, заказ собрали и ушли. Дальше, вот, Беларусь, да, тоже расценки, расценки эти, ну, расчеты, да, получается 300 баллов, это 111 белорусских рублей, вот, тоже вы видите там, сколько там, разница 20%, объемная скидка, там, бонусы дополнительные и так дальше. А, теперь, хочу спросить вас, дорогие друзья, сколько на данный момент вы зарабатываете в час на своей работе? Пока вы пишете, значит, что мы будем делать? Я хочу, чтобы вы посчитали, чтобы вы, вот, убедились, да, я хочу, что, что вы сделаете, что вы сделаете? Значит, мы берем, ну, то есть, вы берете, сколько часов в месяц вы работаете, вы свою зарплату делите на это количество часов, и вы получаете, то есть, выходные мы не считаем, соответственно, обеденные перерывы тоже нам за это никто не платит, в обеденные перерывы на выходных платят, люди получают деньги только, когда бизнес развивают, на работе по найму им за это время никто не платит. Вот, поэтому вы берете фактическое количество часов, и я хочу, напишите, пожалуйста, в чате, да, сколько вы зарабатываете в час, не в месяц, а в час, и кто вы, кем вы работаете. Так, у нас тут в эфире пишут, 500 рублей в час, пенсия 8000, сколько в час выходит? Ну, поделите эту сумму на, ну, и, то есть, пенсия, точнее, количество часов, можете поделить там на, на все время, там выйдет, вообще не знаю, сколько там выйдет. Вот, смотрите, если считать 22 рабочих дня, стандартно, да, по 8 часов в день, то это 176 часов. То есть, например, вы зарабатываете там 20000 рублей, к примеру, вы делите их на 176, и вы получаете сумму рублей в час, сколько вы зарабатываете в час, сколько стоит ваш час. 100 рублей в час, когда работала до декрета, до декрета была почасовая оплата 200 рублей в час, 15 гривен баристой было, 270 рублей примерно до декрета. Так, в эфире у нас пишут, бухгалтер, 25 гривен в час, инженер-проектировщик, руководитель отдела, 500 рублей в час, 30 гривен продавец, ага. Значит, смотрите, пока вы считаете, вы считаете обязательно, вы должны понимать, на каком свете вы находитесь, да, и сколько вы стоите на рынке, и устраивает ли вас вообще такая, как бы, зарплата, да, дополнительная мотивация. Мама в декрете, ребенку 1,6 месяцев ничего не платит. А чего не платят? А государство, пособие декретное. Вот, значит, смотрите, идем дальше. Я, вот на слайде, вы видите, врачи, учителя и расклещики объявлений, то есть такие вот три специальности. Значит, что я делала? Я выписала Google в помощь, мне был, я выписала, ну, во-первых, средняя заработная оплата по стране. Значит, я брала Россию и Украину. Ребята, я думаю, вот сейчас я вижу, что другие страны здесь находятся. Вы просто откройте Google и посмотрите, средняя зарплата в вашей стране, там, 2019 год. Вот, ну, я брала, это было вот до Нового года, то есть это был 2018 год. Вот, если, ну, плюс-минус, я, ну, как бы, уверена, что там сильно особо ничего не поменялось. Кстати, 570 рублей в месяц за двоих. Это что, это пособие? А, декретные платят до полутора лет. А, я поняла. Я просто давно получала декретные, уже не помню. Три белорусских рубля в час, инженер-синоптик. Три белорусских рубля, это полтора доллара примерно. Угу, поняла. Это примерно 40 гривен в час, где-то так. Значит, смотрите. Средняя заработная плата. Россия 40 тысяч рублей. Украина 10 тысяч гривен. Ну, причем я не знаю, как Россия, но в Украине 10 тысяч гривен. Еще нужно поискать такую работу, и не каждый такую работу имеет. Делим эту сумму на 176 часов. Это 22 рабочих дня по 8 часов. Ну, я стандарт беру. Я не беру там ненормированный рабочий день, там выходные, там и так далее. Получается, что в среднем люди в России, да, если брать по средней зарплате, получают 227 рублей в час. Украина 56 гривен в час. Наши новички зарабатывают в час сколько? 940 гривен. Если работают они этот час, если работают они в ленту сидят, да, листают. 940 гривен, 4 с половиной тысячи рублей, 111 белорусских рублей. Даже если не сделали 300 баллов, сделали 150 баллов, это в два раза меньше. Это практически 500 гривен, да, то есть, если по средней зарплате в Украине люди получают 56 гривен в час, а новичок, сделав 150 баллов за час, получает 500 гривен за час. Россия 227 рублей в час получает, да, по средней зарплате. А новичок у нас зарабатывает 2, 4,5 поделить на 2 сколько будет, 2250 рублей. В Беларуси вот писали, да, Ирина писала, инженер-синоптик, вот 3 белорусских рубля в час. А новичок, сделав 150 баллов у нас, заработает за час, 111 на 2 поделить, сколько будет, 55,5 белорусских рублей. Это во сколько? Это практически в 20 раз больше, чем люди зарабатывают на своей работе. Теперь смотрите дальше. В России 40 тысяч это тоже нужно хорошенько поискать. Ну, я в гугле, где я нашла такую среднюю зарплату, я в гугле смотрела, где я нашла. Ввела запрос, да, и посмотрела, там, ну, как бы плюс-минус, там, по-разному пишут. Вот. Ну, у нас в Украине, я же говорю, тоже, то есть 10 тысяч, ну, для столицы еще, да. А более отдаленных где-то, то, ну, нет. То есть, либо это должна быть какая-то, ну, классная, не знаю, специальность. Ну, и то, ну, учитель, классная специальность, вообще, очень, вообще, прекрасная специальность. И что? Они на копейке вообще сидят. Дальше идем. Смотрите. Глаза открылись, ваши глазки открылись. Теперь, как мышление бедных и вот это вот обесценивание маленьких денег влияет еще. Смотрите, я вам говорила, да, что вот новичок рассказывает, что вот я, там, спрашивают у него, прошел, допустим, каталог, да, вот как зарегистрировался, и вот спрашивают, вот, новички, вот, да, вот здесь есть новички. Ребят, вот вас спросят, сколько ты заработал, да, вот ты работаешь, вот уже почти месяц, да, три недели каталог, сколько ты заработал. И, и новичок что делает, как правило, он с таким стеснением вот так вот сидит, чуть ли там глаза в пол куда-то ушел, ну, я там за 150 баллов, что он там заработал, да, 500 гривен, 2000 рублей, либо 55 белорусских рублей. И люди такие, фу, мало того, что они не ценят деньги маленькие, это их проблемы, да, что у них такое мышление, но мышление и у новичка точно такое же, и вы должны его поменять вот прямо сейчас. И вы должны с гордостью об этом говорить, но мы же не будем каждому знакомому рассказывать полчаса, как я тут вам рассказываю, да, что, как это мышление бедных, и вообще ты не понимаешь, и вообще копейка самая там дорогая. Но это не будем делать, потому что, ну, как бы нас никто не просил, да, и это долго, это, ну, будут все равно люди не поймут, не все поймут. Вот, вот, что вы делаете? Вы правильно отвечаете на этот вопрос. Вы не просто говорите, что я 500 гривен заработал, вы скажите, я их за час заработал. Вы понимаете, что у человека, когда он спрашивает вас, сколько ты заработал в первый каталог, и вы говорите 500 гривен, он думает, что вы там, бедные, сидели по 8 часов в день, 3 недели, 21 день пахали и заработали 500 гривен, понимаете? Он не знает, он не знает, что вы там на бьюти-чате нашем, да, на этой группе заработали за час эти деньги буквально. И поэтому у людей такая реакция. Естественно, она будет такой. Ну, как? Он сидит, думает, боже, бедный, пашет там-то. Если бы вы, ребят, по 8 часов в день сидели бы, работали в наших группах по красоте, да вы бы не 150 баллов заказов бы делали, вы бы по 1150 баллов заказов бы делали. И зарабатывали ту же среднюю зарплату по 10 тысяч гривен, 40 тысяч рублей на одних только заказах. Понимаете, в чем разница? И вот из-за этого идут проблемы. И новичок такой раз, ручки сложил, думает, ну что, действительно, я тут сижу. Родственники посмеялись, друзья посмеялись, все вот это вот с бедным мышлением, все остались, а все такие довольные. Родственники сказали, иди на нормальную работу, на которой он будет зарабатывать в 20 раз меньше в час, чем он зарабатывает новичком. Еще не строят структуру у нас в компании Арифлейм в интернете. Понимаете? И вот ваша задача самим вот это понять и в своей структуру вот это нести. И учить правильно людей, доносить до людей информацию. Потому что мышление бедняка и неудачника у 80% населения. И у всех будет кислая мина на вопрос, на ответ, что там 500 гривен заработал. У всех будет кислая мина. Так вот, чтобы ее не было, это кислая мина, нужно уточнять в час и кандидату сказать, а вы сколько в час зарабатываете? Вы кем работаете? Учителем? А сколько в час? Вот я тоже повыписывала. Учитель, я выписывала самые большие зарплаты. Тоже сейчас будете спрашивать, где такие зарплаты нашла? В гугле. Самые большие зарплаты. Там от и до, да, то есть идет как бы эти, ну, как их называют? То есть вот берешь там объявление, да, требуется учитель там того-то, того-то. И вот там я брал от минимальной зарплаты там вот в объявлениях или вот на сайтах, да, где пишут там какая средняя зарплата у учителя по стране. Там от минимума до максимума. Так вот, я брала максимум. Вот, в России сайты кричат, что максимум учителя зарабатывает 89 тысяч рублей. Это 500 рублей в час. Это все равно в 4 раза меньше, чем заработает новичок у нас. И покажите мне учителя, который зарабатывает 90 тысяч рублей в России. Это единицы. Основная масса работает за копейки. Украина, максимальная зарплата у учителя я нашла с надбавками 4800 гривен. Это вообще, я не знаю, как на эти деньги можно жить. Это 27 гривен в час. Это вообще ничто. Это, ну, это человека считают просто за пыль. То есть вообще, то есть как ты будешь выживать, это вообще не, это твои проблемы. Вот, и дальше врач, да, то есть 27 гривен в час учителю в Украине, это при максимальной зарплате, а наш новичок в час зарабатывает 500 гривен. Это во сколько раз больше? Почти в 20 раз больше. И кто там говорит, что это не мое, собирать заказы это не мое, ну, сидите на свои 30 рублей в час, пожалуйста, если это ваше. Сейчас все уже по-другому, сетевой давно уже изменился. И не нужно, не обязательно, да, есть люди ходят с каталогами, предлагают и так дальше, но это не обязательно делать. Наша команда так не работает. Мы работаем только в интернете. Организовали совместную покупку, я думаю, все видели, да, знают принцип совместных покупок. Там вещи покупают, ну, продают, да, то есть там девочки, сколько там вот там в соцсетях, там вещи, игрушки, сумки, там что угодно, да. Вот, вот точно так же здесь, все. Уделили там час-два времени, все. Дальше врач в Москве, ну, в Москве, вот сайты пишут, врач в Москве зарабатывает 135 тысяч рублей. Украина 18 тысяч гривен. Не знаю, где тут правда, где ложь, но я же, я брала максимальные цифры. То есть там пишут от и до, я брала самые максимальные. Это получается 767 рублей в час в России врач зарабатывает, да, а наш новичок, час уделив времени, зарабатывает 2250 рублей. А если он сделает 300 баллов, а новичок сделает 300 баллов и откроет секрет почему. Потому что это те, у тех, у кого уже, ну, там несколько каталогов уже, да, как зарегистрированы, то уже знакомые набрались продукции, там уже все в Арифлейме, как бы им нужно там передохнуть и может быть сложнее набрать. А у новичка, у всех его родственников и знакомых стоит непонятно, что с магазинов. Вот, и соответственно новичок, имея свой интернет-магазин и пользуясь теми скидками, да, и распродажами, которые дает компания Арифлейм, он может сделать совместную покупку, организовать среди своих родственников и знакомых. И они с удовольствием это будут покупать. Поэтому 300 собрать вообще не проблема новичку. Так вот, Украина, да, врач 102 гривны в час зарабатывает, а новичок зарабатывает 500 в час. Так. Дальше, дальше самое классное, это расклещик объявлений. Я вот прям вот, как можно привлечь покупателей на продукции? Семен, это тема отдельная планерка, это вот реально час времени планерка, то есть, ну как, то есть, ну, как это, как это делать? Это вы уже со своими спонсорами, с директорами попросите обучения, чтобы вам дали это обучение, чтобы вы начали, ну, вот, работать, да, развивать тоже, ну, по совместным покупкам. Я сейчас не буду это рассказывать, это тема для команды, во-первых, и во-вторых, ну, это, это отдельная просто тема. Вот. Значит, расклещики объявлений. Сколько людей вам встречается, может быть, вы и сами тоже говорили, которые говорят, Я не хочу ходить по улицам бегать, я даже молчу сейчас про интернет, что бегать не надо, но вот просто, да, я не хочу бегать по улицам, я не хочу вот это вот сумками какими-то тягать. Так вот, расклещик объявлений, почитайте вообще на сайтах трудоустройств и посмотрите, какие там требования. Я прям повыписывала. Так вот, объявление, бегая по городу, с тяжелой суткой, с сумкой, с клеем, с этими всеми бумажками, со скотчем там я не знаю чем они тогда самая максимальная я брала самую максимальную зарплату по объявлениям по сайтам трудоустройств 113 рублей в час или 34 гривны в час это 6000 гривен зарплата либо 20000 рублей в месяц бегая ежедневно по городу снег дождь град там холодно мороз или жарко там ну как мне не знаю там под дождем наверное не не расклеит объявление но значит меньше денег заработаю объясните мне пожалуйста это не стыдно это ваши это не моё работать там в oriflame а значит мою работать на вот эти копейки и мою работать вот над этих всех стресс а учителям разве не нужна стрессоустойчивость еще как нужно а врачам врачи вообще я не знаю это но это вообще самые благородные профессии людей спасают учителя детей учат они общество так сказать поколение дал бы из рук учителей если учитель там ну дай бог чтобы учитель попался хороший адекватный здравомыслящий который не унижает детей и которые ну прививают действительно интерес к учебе то есть ну вот и и вот теперь а значит теперь это еще не все теперь смотрите дальше сколько зарабатывает наш новичок за час работы это часть работы он потратил так вот сейчас прямому эфиру сладик значит у нас в году 17 каталогов мы получаем 17 зарплат в году но дело даже не в этом то есть если 17 каталогов на человек по одному часу поработает соберется в местную покупку и отложит эти деньги он за год заработает 17000 гривен 76 с половиной тысяч рублей или 1887 белорусских рублей это он еще не строит структуру то есть он просто организовывая совместную покупку он едет на работу из работы в маршрутке и по дороге занимается совместной покупкой все вместо того чтобы сидеть тупо и листать ленту в маршрутке на что смотришь люди ездят все наушники лента и музыка и сидят тупее так вот вместо этого можно заработать себе на море или на новую мебель на эти деньги можно хорошо отдохнуть поехать семьей можно купить новую мебель нужно там ремонт сделать вот что творит один час кстати о времени мы тоже поговорим потому что бедняки и неудачники они время тоже не ценят что там один час и не убивают время вообще непонятно на что также как они не ценят копейку вы должны менять это отношение если вы хотите преуспевать в жизни вы должны менять вы просто себя должны вот прям вот берете и лепите вот по-другому потому что это это очень важно теперь дальше с этим разобрались и скажите пожалуйста с другой стороны я вам открыла глаза вы уход немножечко ну то есть было этой бывает информация полезно про деньги про то что про то как нужно доносить людям информацию про про то что нужно вообще сделать самому чтобы заработать классные деньги заработать даже на море даже еще не строим структуру уделяя часть час работы было важно супер спасибо за обратную связь потому что но это действительно вот с другой стороны вот я очень хотела этот эфир не сохранялся думаю надо еще провести несите вот эту информацию в себе в семье в своей структуры и у вас будет меньше отсева и у вас будет больше регистрации потому что кандидаты ваши когда вы скажете той же мамочки в декрете что вы зарабатываете столько сколько за час только сколько она зарабатывает за месяц декретное пособие то все мамы в декрете будут ваши когда вы скажете врачу или учителю вот эту разницу сколько вы зарабатываете за час и сколько он зарабатывает в час когда вы покажете эту разницу когда вы не поленитесь даст кандидатом с человеком который интересуется бизнесом ему как бы ну объяснить это все то они у вас будет больше регистрации из над вами смеяться над новичками не будут смеяться когда вы будете говорить что вы в первый каталог заработали 500 гривен или 2000 рублей потому что вы будете добавлять два слова в час вы их заработали не в каталог а в час знаете и будет совершенно другая реакция и у вас самих вы по-другому вообще начнете смотреть и у тех людей которые вас окружают вот если вам эта информация важно сейчас хочу прорекламировать свою книжку моя первая книжечка про счастье и успех или волшебный пендель здесь темы денежные я тоже освещаю и освещаю вот именно в таком ракурсе в каком никто никогда не говорил и сейчас она доступна для заказа украина россия молдова беларусь и казахстан вот обращайтесь к спонсорам к тому кто пригласил вас да то есть если вы хотите приобрести посмотреть почитать ее частично можно да о чем книга но вот эти вот темы денежные здесь тоже я освещаю там очень много полезной информации я рекомендую вот сам себя не похвалишь ну как по-другому не знаю но она действительно полезная вот такая же как этот вебинар вот честно теперь идем дальше ну а что делать значит следующее отличие богатых и бедных в чем еще основная разница про копейку вы поняли я думаю каждую копеечку прям возьмите эту копеечку и пусть она будет вашим талисманом цените берегите каждую денежку и малую и большую на как-то как в этом самом ловись рыбка большая и малая вот только так и тут приходи денежка большая и мало вот тогда деньги будут к вам тоже как бы ну относитесь мы вот в среду поговорим то есть нужно понятно что мы за деньги покупаем там поездку на море мебель еду там еще там что-то одежду но а сами деньги нам с детства установки общества до что говорят внушают секта общество это все секта секта бедных людей сетевой это секта для богатых людей которые вареника которая выращивает богатых людей а общество это секта которая выращивает бедных людей вот какой секте вы хотите быть они говорят там сетевой это секта всем бы такую секту сетевой это официально официальная работа официально не путайте с финансовыми пирамидами с теми организациями которые незаконны и организаторы которых вообще-то ну должны уголовной ответственности подвергаться вот она сетевой бизнес млм это законная работа это законная работа это бизнес который выращивает богатых людей которые меняют мышление людям я сейчас что делаю я сейчас мы не меняю мышление вам я сама его поменяла потому что я точно так же мелочь а ладно там больная валяется в доме где-то а ладно ну там поднял или там на стол положили ну как то вот так сейчас это вообще по-другому вот значит время следующая разница между богатыми и бедными это время значит точно так же как с копейкой каждая секундочка важно вы очень часто люди говорит то убить время это ужасно вы убиваете свою жизнь и вы убиваете себя нельзя так говорить нельзя убивать время впустую нельзя нужно проводить каждую секунду минуту с как-то с пользой если отдыхаете то отдыхаете но вы не убиваете время да то есть как то если вы работаете так работаете если вы с ребенком так с ребенком будьте они так что ребенок в песочнице мама в мобилке с пивом с сигаретой он там сидит эти конфеты какие-то подбирают спала она даже не видит все передачу показывали мамы сидят в двух метрах от нее ребенка уводят эксперимент делали она не видит она только через 15 минут увидела что нету ребенка рядом а в это время с операторами дитё там гуляла 15 минут прошло пока мама очухалась и дальше какой то как вообще надо это это полная безответственность и это заключается ко всем и к деньгам безответственность и к жизни безответственность и ко времени безответственность понимаете то есть время это ваша жизнь это наша жизнь это самая ценная валюта и а те кто они еще не знает вдруг такую фамилию как роберт киосаки это должна быть ваша настольная книга квадрат денежного потока и богатый папа бедный папа это то что ну вот первую в первую очередь тоже меняет мышление так вот так почему основная масса бедных как и останутся бедными и как вам не попасть в их число вот объясняю значит есть такое понятие как вот квадран денежного потока сейчас кратенько расскажу да то есть это роберт киосаки делят всех людей в мире на четыре категории сейчас эфир вот сюда вот так что было вам виднее значит первая категория это работающие по найму люди 2 2 категория это малый и средний бизнес это специалисты третья категория до правая сторона квадранта это бизнес и 4 это инвест инвесторы инвестиции так вот левая сторона квадранта значит на работа по найму я думаю понятно понимают все да то есть по трудовой книжке там или по договору трудовому то есть пошли работаем малый средний бизнес это может быть например юрист который решил работать на себя да и он открыл кабинет и там принимает людей консультирует это может быть там вещи люди продают до открыли предпринимательство там поехали ну вот у нас там в турции купили там здесь продают дороже ну как бы то есть вот тоже бизнес это может быть продажа услуг товара неважно то есть это могут быть юрист это может быть даже та же частная школа да то есть учителя не работает государственная или там аромат репетиторы да вот и занимается репетиторством чтобы заработать больше денег то есть это но это тоже левая сторона квадранта а основное отличие между левой и правой в том что в левой стороне квадранта люди тратят люди продают себя и свое время за деньги а в правой стороне квадранта люди и деньги работают на людей понимаете разница в чем бывают люди которые говорят там допустим на на рынке стоят там торгуют там да вот у них вещь там несколько точек но несколько точек это одно это хорошо и когда на них работают реализатора если он сам стоит там с утра до вечера если там девочка с утра до вечера в пользу делает маникюр педикюр да да нам больше зарабатывает она классно зарабатывает я ничего не говорю больше чем учителя чем врачи но она же сидит позицию на ничего кроме ногтей не видит и это не бизнес люди говорят у меня свой бизнес нифига это не бизнес это работа по нам он но на самого себя это нужно четко осознавать бизнес это когда на вас работают люди бизнес это когда вы уехали отдыхать а вы деньги все равно получаете бизнес это когда в обеденный перерыв вам все равно идут начисления бизнес это когда вам выходные платят деньги и вы отдыхаете а люди на вас работают и денежка вам капает вот это бизнес а это не бизнес эта работа по найму только там где-то лучше где-то хуже и работа по нам на самого себя все вот и вся разница то есть в большом бизнесе время других людей работает на вас и сетевой бизнес как раз таки позволяет выйти вот из левого как и с левого и с левой стороны квадранта в правую сторону квадранта но без вложений и плюс у вас самые классные учителя потому что вашим спонсорам выгодно чтобы вы начали здесь зарабатывать и вы можете из категории работника по найму перейти в категории малый средний бизнес это примерно это уровень директора это первые доходы там сейчас в долларах соображу но там 200 300 долларов то есть вот так вот уже идут это такие еще небольшие да когда а и в большой бизнес пара в правую сторону квадранта вы приходите тогда когда ваши люди становятся директорами и работает уже без вашего участия то есть вы свое вложили вы людей обучили и как вот как у меня сейчас да то есть у меня более 100 директоров в команде в разных странах девчонки работают самостоятельно без меня я не знакомлюсь уже с новичками я там какие-то планерки общеструктурные там как вебинары там да но в директорский чат добавляют людей директоров я с ними знакомлюсь как раньше знакомилась с новичками вот вот это вот называется большой бизнес к этому нужно прийти здесь нужно трудиться то есть сетевой бизнес этот труд это и вообще бизнес и деньги да вот эта картинка почему она мне нравится потому что труд и и там и там то что люди там пытаются на халяву какие-то проекты быстро быстро заработать это все утопит а ну пусть пусть шишки набивают значит им так надо ну что как говорится без лоха да и жизни плохому пусть на них зарабатывают более ушло это не как это сказать как сказать но это это уже не нечестное поведение тоже обман людей идет данные люди ну как бы пока есть спрос есть предложение то есть если если люди ведутся на это но найдутся всегда те которые будут их разводить труд сетевой бизнес или любой классический бизнес это тоже труд это ответственность за себя за свой бизнес еще и за других людей потому что в сетевом бизнесе мы зовем за собой людей мы подаем пример людям и если даже вы новичок забудьте о том что вы новичок потому что с первой секунды как только вы нажали кнопочку там в соц-сети там пригласить там какого-то человека в группу свою или еще там или в друзья с целью предложить бизнес все забудьте о том что вы новичок вы не новичок вы лидер и вы не будете объяснять людям ну извините я тут вообще пару дней как зарегистрировано но я вообще не знаю вас сейчас спонсор обучит все забудьте вы лидер и вы обязаны обучать дамы тогда растем вот я когда была новичком и зарегистрировала своих первых директоров я правда не знала тогда что не директорами возда но мы вместе росли мы вместе обучались мы сейчас обучаемся потому что все новое 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 интернет постоянно новое какое-то что-то да и здесь не стыдно обучаться и наоборот ну я звала людей говорю у меня там уровень 3 процента мне там уровень 6 процентов этом и так дальше но и мы как бы мы вместе учились мы вместе шишки набивали и так дальше не стыдно учиться и не стыдно признаться что ты новичок стыдно перекладывать работу со своими уже новичками на спонсоров вот это стыдно стыдно перекладывать ответственность за свой бизнес на спонсоров типа спонсоры научат спонсор это научит Но это твой бизнес или ты в гости пришел? Что это вообще было? Дома у себя мы хозяева на кухне? Так а почему здесь, когда в бизнес приходим, то есть представьте, вы замуж вышли, поженились, а родители продолжают к вам ходить уже в ваш новый дом, квартиру, продолжают приходить вам мыть посуду, готовить, кушать, убирать, стирать. Это нормально вообще будет? Точно так же и бизнес. А получается в бизнес приходим, а родители, то есть спонсоров заставляем убирать, стирать, мыть посуду, продолжать. Да, хотя сами уже как бы, ну блин, выросли, уже взрослые люди. Где можно подробнее узнать о совместных покупках? У спонсора. Ребят, все, все, все вот эти вот моменты по работе, это уже обучение, уже командное, закрытое. Поэтому у спонсоров. Пока люди хотят халяву, она будет существовать. Да, да. Вот, да, классное сравнение. Да, так вот, теперь смотрите, с этим разобрались, да, то есть вы можете выйти на пассивный доход, вы можете стать в числе богатых людей и время будет работать на вас. То есть, ну сначала мы 80% своего времени в бизнес, да, вкладываем в людей, в обучение, в свое обучение для того, чтобы людей обучить. Потом, уже когда чем больше у вас команда, то есть, уже получается, считайте, что вы не сам работаете, да, а вас уже двое работает, вас уже трое. То есть, результаты за то же время, но они уже в два, в три, в десять раз больше и так дальше. То есть, вот к этому нужно стремиться. А можно просидеть всю жизнь в левой стороне квадранта, убивать время, говорить, что это вообще маленькие деньги, это вообще фу-фу-фу, это смешно. И быть неудачником, выбор за вами, но быть бизнесменом, это труд, это большой труд. И если вы не готовы трудиться, то, извините, между попой и диваной доллар не пролетает и никогда не будет пролетать. Так, еще одна основная разница между мышлением бедных и богатых. Это что? Это инвестиции в себя. Потому что мы не можем стать богатыми, если мы не будем учиться у тех людей, кто в этом уже преуспел. Поэтому купить книгу Роберта Киасаки, две книги. Девочки еще могут купить книгу Ким Киасаки, богатая женщина, очень классная. Мужчины могут своим женам купить. Это обязаловка. Вы обязаны самосовершенствоваться и учиться. Вы не можете, ну как, представьте, что человек пришел в какую-то контору, да, пришел. И, ну, ему там говорят, там, нужно делать то-то, то-то, то-то. У него там опыта в этом нет. Он говорит, я не буду учиться. Он вообще что-то заработает. Даже вот, смотрите, даже брать консультанты в магазинах, да, они проходят различные тренинги, повышение квалификации для того, чтобы больше зарабатывать деньги. Так вот, в бизнесе, тем более, это нужно. Нужно в той сфере, где вы начинаете работать, нужно становиться профессионалом. И это не один год. Это не один год. То есть невозможно стать суперпрофессионалом за один месяц или за один год. Но вы просто сосредотачиваетесь на процессе работы, на тех результатах, которые вы получаете, а их вы получаете быстро, да. И вы получаете, то есть, получать от этого кайф, да, а не ждать, там, когда же я стану директором, то что ж такое, почему они не будут. Получите вы кайф от самого процесса. Там, то есть вы пришли учиться успеху. Посмотрите, там, там, то есть мир успеха, это вот как прям страна отдельная. Вы заглянули в мир успеха, так посмотрите, сколько всего здесь интересного и нового, чего вы не знали. И подтверждение моим словам, цитаты известных людей. Инвестиции в знания всегда дают хорошие проценты. Бенджамин Франклин. Генри Форд. Старики всегда советуют молодым откладывать деньги. Это плохой совет. Не экономьте каждую копейку. Инвестируйте в себя. Я не отложил ни доллара до тех пор, пока мне не исполнилось 40 лет. Я, конечно, не призываю вас не откладывать, да. Но инвестировать в себя обязательно призываю. Потому что, ну, без этого вы должны, у вас должен идти личностный рост. Это, ну, нормально, когда человек растет, он узнает что-то, чего не знал раньше. Это нормально. Ненормально, когда человек отучился в УЗИ, а потом всю жизнь пьет пиво возле телевизора и ничего нового не узнает. Вот это ненормально. Нормально, когда стремится человек узнать что-то новое, интересное для себя. Там посмотреть, там опыт получить, там еще что-то, да. Там к цели своей прийти. Детей своих также научить идти к цели. Достигать эту цель, вырабатывать в них терпение. Тут взрослые не могут к цели дойти. Что же о детях говорить? Так вот, взрослые должны себя воспитывать. Нас так воспитывали. То есть, нас так воспитала секта общества. Чтобы люди выросли, основная масса людей, чтобы выросли просто работающими по найму, бедняками, неудачниками. Для которых самое главное счастье в жизни это пиво и сигарета. Вот реально это страшно. Потому что для людей без выпивки это, ааа, все это трагедия. Это ужасно. Это деградация идет общества. Так вот, здесь наоборот. Здесь идет подъем вверх. Как вы уже хотите, вниз, на месте или вверх. Это уже решаете вы. Так вот, самая ценная инвестиция это вы. И знания это тоже самые ценные инвестиции. И моя книжка тоже обязательно к покупке. Потому что то, что написано там, никто нигде никогда не писал. Это не очередная книга по мотивации, там, которая, там, вот, все там пишут, там, и так дальше. Уже там сто книжек, этих миллион книжек разных известных авторов. Нет. Здесь реально те вещи, которые озвучены, вот, в том формате, вот, в котором никто никогда не озвучивал. И, там, прям, вот, характерные фразы сетевиков, кандидатов. Вы себя узнаете, своих родственников, свою команду. То есть, что с этим делать? Как, то есть, вам и психологом не надо быть. Я очень рекомендую. И сейчас по предзаказу для России, Казахстана и Беларуси она идет с 50% скидкой. То есть, я, вот, ну, как честно говорю, да, что я собираю деньги на тираж. Вот, за счет этих денег я сделаю тираж, и будет рассылка по трем странам. Вот, потому что там очень большие суммы, и я даже, вот, даже я с своими доходами, я не тяну, да, чтобы вот просто. Соответственно, я делаю тоже скидку, большую скидку для предзаказа, и потом она будет в два раза дороже стоить. Там по странам, но информацию уже посмотрите. Написано. Так, с этим понятно, да, инвестиции в себя. И еще одна разница между богатыми и бедными. Так, у нас сейчас, сейчас закончится прямой эфир. Я сейчас переподключусь, хорошо. И у меня осталось буквально, ну, минут 10. Сейчас. Сейчас, потому что в прямом эфире час и выключается в инстаграм. Для России будет стоить она по полной цене 1800 рублей. Сейчас половина, 900, сколько, 50, 900, 900 рублей, 900. Управлять проще, когда денег у людей нет, да, да. Тоже вот эти вот, девчонки, вот эти фразы, бабки, вот это вот все некрасиво, это тоже неуважение к деньгам. Это тоже сформировано вот стереотипами общества у людей. И вообще-то некрасиво. Ну, что бабки, деньги, валюта. Так, ну что, и последнее, да, что я хочу сказать. Основная, да, надо убирать такие слова. Вообще, надо следить за своей речью, потому что у меня тоже проскакивает бывает. И я сейчас тоже, это очень, ну, все, что мы говорим, это, ну, это тоже очень влияет на нашу жизнь. Вот, да, и вот, в общем. Значит, еще одна основная разница между бедняками, неудачниками и богатыми и успешными людьми, это в благодарности. Есть люди, которые, независимо от своего дохода, даже если они немного зарабатывают, но они умеют быть благодарными за то, что у них есть. Им вселенная дает еще больше, больше и больше, потому что она думает, а что ж ты благодаришь, ты еще не видел, что такое хорошо, вот тебе еще. А есть люди, которые имеют кучу денег, но они неблагодарные, говорят мне все мало-мало, как-то старуха в сказке, да, о рыбаке и рыбке. Вот это вот тот вариант. То есть, каким быть стариком, да, по характеру, как старик в сказке о рыбаке и рыбке, или как старуха, решает тоже каждый человек. И здесь вообще деньги тут ни при чем. То есть, деньги никогда человека не портили, никогда. Большое количество денег человека не портило. Большое количество денег вытаскивало наружу всю сущность человека. Огнилая эта сущность или светлая, это уже не от денег зависит, а от человека это зависит. Сила благодарности очень мощная. И поэтому умейте быть благодарными тому, что уже имеете. Даже если очень плохо все, вот просто плохо, да поблагодарите вы в конце концов за то, что вы живете. Вы вообще могли не жить. Просто, что вы живете, что вы увидели этот мир. Повыписывайте себе то, что советуют психологи. Повыписывайте там сто вещей, которым вы благодарны в жизни. И вырабатывайте в себе эту благодарность. Потому что люди в большинстве неблагодарны. Это ужасно. И всегда стремитесь иметь еще больше, чем вы имеете. Хотеть много, это нормально. Много типа хотеть, это все тоже ограничивающие установки и убеждения секты общества, которое было навязано нам с самого детства. И у меня тоже такое было. И вообще, что деньги злые. И богатство это вообще для избранных. И богатство только можно заработать нечестным путем. И что богатые все там воры. Это вы почитайте вообще биографии богатых людей, которые в Форбсе. Вы вообще читали? Того же Генри Форда, того же Рокфеллера. Вы почитайте вообще. Это люди, вышедшие из бедности. А кто вам, доктор, что вы и так не сделали? Сделайте так же. Это люди достойные уважения. А бедняки вечно, ой, фу, там богатый, там копейку там жалеет. Он не жалеет копейку, он ценит копейку. Это разные вещи. А бедняки не ценят копейку. И они эту копейку швыряют куда ни попадя. И сидят голые боссы и в полной же. И сидят и грязью поливают и деньги, и богатство, и все остальное. Виноваты сами. Потому что мы виноваты в том, что у нас в жизни происходит. Хотеть много – это нормально. Амбиции – это хорошо. Это горы. Гордость – это горы. Я горда тем, чего я добилась в этой жизни. Я горжусь этим, и я хочу еще больше. Я хочу больше денег зарабатывать. Я хочу больше уровней иметь. Я хочу еще книги написать. Я хочу сделать еще несколько источников дохода. Я еще хочу. Я хочу, потому что я мало считаю, что я зарабатываю. Потому что мне не хватает на все, что я хочу. И все вот эти установки общества, секты, когда говорят, а кто ты такой-то, закрой рот, вообще сними корону. Как это – сними корону, оденьте корону. Мы рождены с вами для счастья. Мы рождены с вами для того, чтобы быть счастливыми и богатыми. И снимайте вот эти вот все установки общества с себя. И начинайте себя ценить и любить. Об этом мы тоже в среду поговорим. Потому что вот эти установки, они очень глубоко сидят в подсознании людей. И именно поэтому люди, в основном бедные, они просто живут за чертой бедности. Это не просто бедность, это просто где-то там за чертой бедности. И вы можете изменить свою жизнь. Не меняют жизнь только лентяи, которые сидят, и им ничего кроме пива не надо. Отработали, деньги получили, начальника там грязью полили, государство обсудили. Все, и довольные, самодовольные с пивным пузом пошли спать. Все, это животные. Это даже хуже, чем животные. Животные те развиваются. Будьте благодарны деньгам, будьте благодарны времени за то, что вы вообще живете. Будьте благодарны деньгам и цените каждую копейку и каждую секунду своей жизни. И тогда вселенная вас полюбит. Когда она будет видеть эту благодарность, искреннюю благодарность. Если вы, ну как бы, то есть надо в себе это вырабатывать, вот эти черты характера. Вот, и меняйте свое отношение вообще к жизни. И перестаньте быть жертвами вообще по жизни. Перестаньте жаловаться на жизнь, на государство, на начальников, на мужа, на жену и так дальше. Просто возьмите свою жизнь в свои руки. Потому что легче всего переложить ответственность на вселенную, на бога, на начальника, на государство. Я не в том государстве родился быть мне бедным, не те у меня родители быть мне бедным. Значит, судьба у меня такая быть мне бедная, значит, карма у меня такая. Да никакая не карма, это просто лень. Элементарно, тупо лень ваша и все. Просто нужно трудиться. И если вы будете готовы трудиться, если вы хотя бы вот эти вот четыре момента, да, сколько я озвучила, четыре основные разницы между бедными и богатыми, хотя бы вот эти вот моменты вы в себе поменяете, у вас уже жизнь начнет меняться, вы это увидите. У нас учили, что стыдно быть богатым. Да, у меня родители вот тоже, вот я тоже четко помню вот эти все установки с детства. Ну, они так считают. Они так считают, ну, сейчас уже, ну, отца нет, мама уже не считает. Ну, как бы поменялось мнение, потому что у меня поменялось мнение, когда я в сетевом уже там первые успехи пошли, там стала зарабатывать. То есть, как бы, и меняется мнение у моего окружения, ну, автоматически, да, потому что это, как бы, все обсуждается. А так, да, стыдно быть богатым, вообще стыдно. Ну, что, богатого слова Бог. Мы рождены для счастья, да, смеюсь в голос. А, на каком моменте, не знаю, ну, ладно. Не были богатыми, нечего начинать, да. А, так, а половина, вы откройте вообще, бейте в гугле, Forbes, есть официальный сайт, вот. И там прям разграничения, там идут историю, жизненные истории богатых людей. Так вот, там прям разграничения. Там люди, там те, которые добились, там, короче, те, которые добились, выросли из бедности. Отдельная история тех богатых... Ой, что-то меня выбило. Сейчас. Так, и... О, появилось. Так, спасибо, что дождались. Не все дождались. Я, что-то не знаю, что-то выбило. В эфире тут был интернет один, эфир в инстаграм был. А, ну, а этот самый, в комнату не могла зайти уже. С двух браузеров уже тут начала устанавливать программки какие-то. Ну, в общем, да, запись будет у меня в инстаграме. И вот я еще тут на компьютере запись делаю. Потому что я... Ну, если не будет, я еще раз проведу. Потому что я же уже вела на эту тему, эту же тему, с этими же цифрами, все. И не сохранилась запись с эфира, мне не получилось скачать. Поэтому, ну, запись в любом случае будут. Я скину вашим директорам, и вы сможете посмотреть и дать. Можете себе перескачать, то есть, как хотите. Мои открытые вебинары, ну, можно там, на свои каналы. Я никогда не против. Закрытые нет, а открытые, пожалуйста. Вот. Значит, ну, в принципе, я уже все дорассказала. Я хотела, как раз таки, мы с вами прервались на том, что в Форбсе, да, вот этот сайт, где истории успеха миллионеров, да, которые людей, которые в журналах Форбс, да, публикуются. Так там прям разные подразделы. Почитайте, возьмите. Там есть история успеха женщин, история успеха, ну, жизненная история мужчин. Есть, и они подразделяются женщины, которые сами добились успехов, женщины, которые вышли, и сами там заработали миллионы, да, женщины, которые вышли замуж за миллионера, женщины, история женщин, которых, которые, которые получили в наследство, да, или мужчины, которые получили уже в наследство, как бы, капитал, да, большой. То есть вот эти вот вещи разные, то есть я там люблю читать, естественно, те истории, когда сам добился, да, то есть, но хотя почитать вот тех, кто в наследство тоже, потому что если вы добьетесь, да, то ваши дети уже получат в наследство. Например, бизнес в Арифлейм, он передается по наследству, то есть точно так же, как движимое, недвижимое имущество, номер в компании человек может получить, то есть первая линия наследников, дети, родители, супруги, после, как при жизни можно номер переписать, так и после смерти человек подает заявку в течение трех месяцев в компанию, и ему, на него переписывается номер, да, на ребенка, там, или на мужа, или жену, или на кого-то из родителей, переписывается номер со всей структурой, все как положено. У нас уже много, ну, лидеров, которые уже, ну, получили, то есть уже таким образом, да, делали. Вот, то есть это тоже очень ценно и важно, то есть вы работаете не только на себя, но еще и на свою семью, на своих детей, и ваши дети уже не будут жить в бедности, ваши дети будут жить лучше, чем мы, да, наши дети, потому что мы для них откроем все дороги, мы поменяем свое мышление, и мы уже детей будем растить так, чтобы они не боялись ничего, чтобы они хотели много, чтобы они не боялись достигать своих целей, чтобы они не боялись трудиться, чтобы они были ответственны, целеустремленные, счастливы и богаты, но чтобы они такие были, нам нужно в себе это тоже воспитывать, все и самим становиться счастливыми, богатыми, целеустремленными, да, и добиваться своих целей, потому что ваши дети на вас смотрят тоже. Опустили руки, ай, сегодня не буду рекрутировать, пойду пиво с друзьями попью, все, ребенок раз себе на уст, ведь он видит же модель поведения родителей, модель поведения в семье и модель поведения на работе, видит ребенок, и он будет копировать в большинстве случаев. Вот, значит, будьте благодарны, благодарны опыту, благодарны неудачам, благодарны деньгам, благодарны времени, благодарны вообще жизни, тому, что вы здесь живете, благодарны себе, прощайте тоже себя за свои какие-то маленькие слабости, если уже где-то там, ну, где-то там профилонили, там, или еще что-то, ну, что ж теперь, ну, мышний робот, тоже всякое разное бывает, вот, и стремитесь всегда к большему, вы достойны большего, главное, чтобы вы этого хотели и были готовы для этого трудиться, все остальное, все для вас, то есть, все, все для вас будет. Значит, и на этом я хочу закончить и пригласить вас на среду, значит, 12 июня, я хочу провести еще одну тему, тоже, рефлейм и деньги, чего не знают бедные люди, тоже и разницы поговорим, и фразы, фразы, там, предложения, которые там вы говорите, там, или знакомые, то есть, вот эти вот моменты, которые нужно искоренять, потому что вот эти все установки, установки общества, они мешают вам быть успешными, они могут блокировать рост в рефлейм, да, они могут блокировать, что вам, ну, просто, вы думаете, что там, да, деньги зло, ну, к примеру, да, деньги зло, значит, мне много денег не надо, все, и вам в жизни начальник не повысит зарплату, ну, он не повысит, потому что вам это не надо, вот, то есть, мы об этом поговорим, да, и поговорим, как с этим бороться, что с этим делать, вот, ну, вообще, это работа над собой, над своими даже мыслями, вот, я прям переделывала свои мысли, вот, мы только с мужем вместе такие, раз, там, то денег нет, я говорю, подожди, стоп, деньги будут, возможности есть, все, деньги будут, как-то вот, прям перефразируем, то есть, чтобы, ну, вот, и вот эти вот все установки тоже, к чему мы привыкли, у меня получилось, значит, у вас получится, вот, а вечером будут секреты красивых людей, которые озвучит нутрициолог и косметолог нашего проекта Валерия Смирнова, которая ведет наши тренинги, и тема будет, как за неделю привести себя в форму и сбросить до 5 килограмм с помощью нашей продукции Wellness и без вреда для здоровья, вот, девочки, мальчики, мальчикам тоже лишний вес не надо, приходите, будет полезно, вот, и напоминаю, что еще до субботы можно, до этой субботы можно записаться на наш курс по правильному питанию и коррекции веса, подробности узнавайте у ваших спонсоров, у тех людей, которые вас приглашают на, пригласили на вебинар, уже сейчас не буду уже, ну, как бы озвучивать, то есть, мы уже 6 лет, да, ведем, и у нас очень классные у людей результаты, тысячи участников прошли этот тренинг, результаты и по здоровью, и по коррекции фигуры, и нет противопоказаний по правилам, правильному питанию, и идет сейчас набор, уже первое занятие прошло, все, второе в субботу, вот, до второго еще можно опаздывать, дальше мы никогда не берем, после второго занятия, все, мы опоздавших не берем, уже только в октябре будет следующий курс, я очень рекомендую тем, кто не был, пройти, вы можете с семьями проходить, очень полезно, с детками, с мужьями, с женами, ну, а подробно уже вам и фотографии, там, результаты, отзывы, фото до и после, вы уже у ваших спонсоров уже узнаете, наборы у нас, в принципе, идут постоянно, на курс по правильному питанию, коррекции веса, курс практической косметологии, сам себе визажист, он на онлайн тренинге, кому интересны данные тематика, вы можете участвовать, можете узнать у спонсоров, да, ну, посмотреть там, что, как там, что там дают, чему учат, ну, и результаты участников, нам есть чем гордиться, что показать, и, ну, очень многих, я думаю, что это заинтересует, спрашивайте, все, тогда всем спасибо за участие в эфире на вебинаре, сегодня вечером жду команду на закрытый вебинар, пароль и ссылка у ваших спонсоров, обучение, как раз-таки, работа с командой, один из аспектов работы с командой, вот спрашивали, да, как я сопровождаю новичка, вот, поэтому приходите, сегодня нужно учиться, развиваться, нужно становиться профессиональней и пользоваться тем, да, что дает наша команда, а наша команда, это первая команда, которая работает в интернете, и на нас учатся другие команды и другие компании, именно на нашей экспресс-карьере, даже шпионов нам подписывали на протяжении всех этих 8 лет, чтобы узнать систему работы, потому что мы растем, и мы каждый год показываем рост, и наши люди зарабатывают с первых дней в десятки раз больше, чем зарабатывают врачи, учителя и люди по другим специальностям, даже новички еще не строят структуру, вот, ну все, тогда желаю вам отличного настроения, богатства, счастья, вот, и, конечно же, вот этой вот лидерской хватки, да, чтобы у вас было терпение к себе ее вырабатывать, чтобы вы достигали тех целей, которые вы себе ставите, которых вы хотите добиться, все, да, все, всем спасибо, и, ну, до связи, вот, все, всем пока, спасибо. Так, все, пока тут отключить, там отключить запись.